Рыболов со стажем Артём Хуришов выудил аппетитную форельку. Красавица, посмотри какая! И как раз воин. Его приятель Вилья Хаапасала проголодался не на шутку. Да так, что готов сварить кур без костра. Такого, в принципе, не бывает. Ты думаешь, не бывает. Я уверен. Сейчас я это и покажу. Ну, все очень просто. Берем бревно и бензопилу. Сделаем глубокие надрезы на тапках бревна. Средь на крыльях. Плита готова. Невероятно. И на этом можно сварить уху? Вот сейчас посмотришь. Способ старинный. Называется уха на свече. Пока плита свечка разгорается, заполняем кастрюлю. Вилья готовит уху по-фински со сливками. Потому что у нас верить в том, что молочные продукты тебя просто от бронхита защищают. Сначала готовим основу. Лук, чеснок, морковь и копченую рыбу режем, заливаем водой и ставим на огонь. Через 10 минут отправляем в кастрюлю картофель и филе свежей форели, порезанные крупными кусками. Потом укроп. Добавляем по полторы чайные ложки соли и черного молотого перца. Оставляем уху на 20 минут. Теперь самое главное. Выливаем в уху жирные сливки. Размешиваем и ждем 2-3 минуты. Плита действительно великолепная. Древние народы же не дураки. Они же придумали. У них же не было гензотилы. Я видел однажды одного старика, который это сделал с помощью топора. Уха готова. Можно пробовать. У меня даже зубы сводит. Уха на свече по-фински. Луковица, пара зубчиков чеснока, одна морковь, 4 картофелины, 200 граммов рыбы холодного копчения и целая свежая форель. По полторы чайной ложки соли и перца. Все, спасибо. А что он что будет убирать? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok